Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето. Бла-бла-фьюзинг. Анна, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем моём видео я показываю строгое кето. То есть здесь 5% углеводов. Надеюсь, вы понимаете, что такое проценты. То есть то, что здесь есть, вы видите, и громовка, которая будет описана под видео, под этим видео полностью в описании. Это моя калорийность, то есть мои 2200 килокалорий. Ваша громовка будет столько, сколько вы едите в день, соответственно. То есть в процентах это будет 5% в любом случае у меня и другая громовка у вас. То есть граммы здесь не соблюдается. Вы здесь можете наблюдать только пропорцию, только продукты. И всё это будет строгим кето на сегодняшний день в этом обеде. Я для себя, конечно же, на ужин я догонюсь углеводами, потому что я уже давно-давно-давно в кетозе. И давно уже похудела столько, сколько мне надо было. И просто нахожусь на более мягком кето, но остаюсь в кетозе. А вот для вас, если вы новичок и хотите узнать, что есть на кето, вот добро пожаловать на вот это видео. И можете всё это, как говорится, лицезреть. Фактически вот оно вот всё перед вами. Продукты здесь самые простые. Ну, может быть, самая экзотическая здесь пекинская капуста в салате. Пекинская капуста, потому что она самая из капуст, она и брокколи самые низкоуглеводные. То есть, там здесь, вернее, в два раза меньше, чем в белокочарной капусте. Белокочарной капусты новичкам, наверное, всё-таки многовато. Вы её с трудом впишите в свои 5%. Так, и что здесь? Здесь, вот здесь, наверное, две порции этого салата. То есть, это будет такой же салат у меня на ужин. Здесь только пекинская капуста и зелень. Даже, по-моему, и зелень-то только одна петрушка. Пищевые дрожжи посыпаю. Это отдельная тема. Если кому интересно, есть видео на моём канале о волосах и как, так сказать, причине или поводу. Ну, в общем, короче, о волосах, для чего нужны эти витамины. Так, и заправлено рыжиковым маслом. Тоже прекраснейший, идеальнейший продукт для кето-питания. Потому что в нём, потому что в нём то, что есть то, что вы можете посмотреть на моём канале на видео о маслах. И узнать, зачем. Что есть в этом самом масле, так сказать. Так, и что здесь ещё? Ну, и всё. Короче, здесь две порции. Вот здесь вот. И для новичка, если вы хотите зайти в кетос и начать кетоадаптацию, здесь 150-200 грамм пекинской капусты. Так, и вот такое основное блюдо здесь белки и жиры. Это одно яйцо. Оно пожарено на чуть-чуть на сливочном масле. Можно это всё сварить. Ну, вообще с яйцами можете делать вообще всё, что угодно. И основное блюдо здесь это говяжьи ребрышки. Рёбрышки такие. Часть такая интересная есть у говяжки. Они как бы... Я очень люблю это покупать. То есть они как бы хрящевая часть, самая такая жирненькая. Они очень-очень-очень жирные. Готовлю их в мультиварке без добавления каких-либо жиров. Там оно всё прям плавает в нём. Получается оно так... Оно не жареное, а оно как бы запечёно-тушёное в собственном соку в мультиварочке. Специи и всё больше ничего. Никаких луков там, приправ... Ну, в смысле, добавок типа луков, морковки и всего такого прочего. Так, яйцо я сказала. И здесь ещё аж 40 грамм жареных семечек. И в целом сливочного масла 35 грамм. Все граммы будут в описании. Состав продуктов, всего обеда. Хочу что ещё подчеркнуть. То, что в данном случае это 5% углеводов с учётом всего. И в том числе и пекинской капусты. То есть, это меню сегодняшнее годится полностью на вход в кетос, на кетоадаптацию. Вход в кетос, он происходит где-то в районе... Так, так, так. Ну, в районе, наверное, недели-двух первых. Кетоадаптация проходит минимум месяц. Где-то в районе месяца. И новичок вы считаетесь до трёх месяцев. Кето вы всё ещё новичок. И вот фактически это всё меню на первые три месяца, скажем так. Ну, в смысле и не в смысле, что вы всё это... Вы только это едите. Но вот в таком вот, как бы, в таком количестве и пропорции. Всем привет! Пока-пока! Обязательно подпишитесь, если вы ещё не подписались на мой канал. Потому что я там... Здесь, вернее, рассказываю о том, как я вот этим всем делом третий год занимаюсь. Всем привет! Пока-пока! Кето рулит!